Ещё в веры, пожалуйста. Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 19 стих. Сказал также Иисус ученикам. И сказали апостолы Господу. «Умножь в нас веру!» Господь сказал. «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол?» «Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам?» «Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание?» «Не думаю». «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самариею и Галилею, и когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал Ниц к ногам его, благодаря его. И это был Самарянин. «Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Размышления. Стандарты царства. Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 19 стих. Иисус обрисовывает стандарты, по которым должны жить Его ученики. Во-первых, они не должны становиться причиной соблазна для своих ближних. Во-вторых, должны разрывать круг обид путем противодействия греху, и готовности всегда прощать раскаявшихся. Услышав это, апостолы молят Иисуса, чтобы Он дал им больше веры, ибо очень уж сложно смело говорить об обидах и прощать того, кто не один раз согрешил против тебя. Ответ Иисуса дает нам понять, что проблема чаще не в размерах нашей веры, а в том, чтобы практиковать ту веру, которую уже имеем. Не великие дела, а образ жизни, основанный на вере и благих делах. Вот самая лучшая благодарность за то, чем одарил нас Господь. В истории об исцелении 10 прокаженных мы читаем, что самарянин увидел в Иисусе источник своего исцеления и ответил сердечной благодарностью, чем показал смирение перед Богом и получил подтверждение своего спасения. Если кто-то, для кого вы послужили соблазном преткновения или тот, с кем вам нужно помириться, как вы можете просто без пафоса проявлять свою веру перед Богом и другими людьми? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok